Присоединился к нашему разговору Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины по информационной политике Андрея Ермака. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, расскажите, пожалуйста, ну вот ваша информация по того, о чем шла речь в четверг на встрече советников глав стран Нормандской четверки. Каким образом Андрей Ермак хотел добиться возвращения режима тишины на Донбассе? То есть его цель, как переговорщика, в этот момент была выпустить совместное заявление советников Франции, Германии, России и Украины или чего-то большего? Может быть, какой-то координационный механизм о новом договориться или имплементировать то, о чем договорились еще летом прошлого года? Ну, ни первое, ни второе. Координационный механизм новый имплементировать – это российская история. Они очень старательно хотят в рамках того плана, урегулирования, которое предложили так называемые Народные Республики, временно оккупированные районы Луганской и Донецкой области с оккупационной администрацией, хотят пропихнуть дополнительный координационный механизм, чтобы повторилась история с шумами, где они сначала угрожали нанести удар по украинским позициям, потом требовали совместной инспекции. Это не пройдет. И второе – это как часть, меньшая фигура большего плана включить нас в прямые переговоры с ЛНР и ДНР, так называемыми, что является целью российской политики, которая не меняется с лета 2014 года. Это тоже не пройдет. Никаких новых документов мы не планировали ни заставлять, ни подписывать. Цель была простая, еще раз на уровне политических советников подтвердить верность тем соглашениям, которые были заключены 22 июля 2020 года. Все. Не больше, не меньше. И как результат? Результат очень простой. Для того, чтобы это сделать в рамках ТКГ на следующий день после видеоконференции политических советников, Ермак предложил провести внеочередное заседание под группы по безопасности. И россияне отказались. Теперь понятно, кто хочет мира на Донбассе, на Донбассе кто не хочет прекращения полного и всеобъемлющего прекращения огня, возвращения к ним. И кто рассказывает сказки про украинские наступления и зачем. Алексей Дмитрий Козак в письме разослан после вот этой вот встречи в формате видеоконференции напомнил, что по его данным Украина в июле прошлого года дала добро не открывать ответный огонь без приказа вооруженных руководства вооруженных сил Украины. И об этих приказах нужно было уведомлять контактную группу. Был такой создан механизм? Давала добро Украина на подобный механизм? Ну давайте почитаем, что на сайте ОБСЕ находится. Ответный огонь в случае пункта Е, так называемый, в русскоязычном варианте. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае. Если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины, руководства вооруженных формирований ОРДЛОУ, после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм, об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ. Приказ был издан, ТКГ была уведомлена. Более того, там есть пункт о публичном заявлении этих приказов. Да, они были заявлены. То есть Украина выполнила все свои обязательства в этом отношении. Ну то есть, чтобы понимать, Украина не давала таких обязательств, не открывать ответный огонь без приказа Минобороны, а оставила для себя лазейку, возможность открывать огонь в ответ, если режим тишины после того, как Украина запросила его через совместный центр контроля и координации, не вводится? Минобороны не командует войсками. Войсками командуют, тем более в зоне конфликта, командование операций объединенных сил. Оно выдало соответствующее разъяснение. Более того, такие объяснения были от Офиса президента, от Министерства обороны и от главкомата сухопутных войск. Вернее, не сухопутных войск, вернее, а вооруженных сил Украины. И надо понимать, что не существует практики ни в НАТО, ни в Европе дублирования международных соглашений на военными органы. Военные органы отдают свои приказы, которые содержат там кому, как, в какие сроки выполнить и прочую информацию, которая не нужна в публичном пространстве. Поэтому, но тем не менее, ссылка в этих приказах есть на соответствующее соглашение. Мы полностью выполняем то, что подписано 22 июля, и не видим необходимости пересматривать то, что там подписано. И не требуем такого пересмотра. Единственное, что требовал Ерман, как политический советник, это еще раз подтвердить, даже не подтвердить, а просто технически вернуться к полному всеобъемлющему прекращению огня, которое более-менее продержало 6 месяцев. А последние 2 месяца часто нарушаются российской стороны. Вот это требование, не открывать огонь без приказа Минобороны, во время встречи в Советников Нормандской четверки от Дмитрия Козака звучало, или это уже та фраза, то требование, которое появилось в письме, разосланном постфактум? Нет такого требования, не открывать приказ, без приказа Министерства обороны открывать огонь. Это неграмотно, ни с военной точки зрения, ни с юридической. Нет, но это уже просит Дмитрий Козак, Алексей. Я понимаю, что это может быть неграмотно, да? В ближний раз показывает, с кем и с чем мы имеем дело. Что это безграмотная формулировка, которая носит пропагандистский характер. Для того, чтобы на Донбассе установилась тишина, на линии фронта, не надо ни дополнительных приказов Министерства обороны, ни заявлений сторон, ничего. Просто прекратить стрелять. Повторю знаменитую фразу. И именно этого не хотят сделать россияне. Они, правда, не регулируя уровень насилия, но, скажем так, в необходимом для них мере, как они считают, для того, чтобы оказывать соответствующее воздействие на информационное пространство и давление на военно-политическое руководство Украины. И еще и Франции, и Германии, как участников и посредников этого нормандского формата. И ОБСЕ. Все. Не стреляйте, выполняйте соглашение, которое достигнуто 22 июля, и вопрос решен. Без дополнительных указаний, без каких-то там еще механизмов дополнительных. Все, что подписано, все выполняется с нашей стороны. И этого достаточно. Алексей, мы видим, что недостаточно. Почему Андрей Ермак на эту встречу советников нормандской четверки не поехал с каким-то новым, возможно, предложением о верификации вот этого прекращения огня, если не работает этот механизм, о котором договорились в июле прошлого года? Есть ли какие-то идеи украинской делегации? Были ли не озвучены в четверг? Да, украинской делегации есть идея. Идея заключается в том, что российская сторона должна прекратить стрелять. Все. Это главная идея. Какие дополнительные механизмы верификации, о чем мы говорим? Кто будет и как верифицировать? Другое дело, что мы говорим об усилении роли ОБСЕ, это да. Потому что с нашей стороны в настоящий момент 13 патрулей катаются, от 12 до 13. ОБСЕ с российской одна соккупированы. Почему? Потому что ОБСЕ, ну скажем так, находится в сложных обстоятельствах и не всегда проявляет достаточно воли для того, чтобы добиться увеличения количества патрулей и попадания в те зоны, куда их российские оккупанты пускать не хотят. О каких верификациях мы говорим, если существующие механизмы не действуют, блокируются российской стороной? Они просто физически не пускают патрулей ОБСЕ на место, где, например, случились вооруженные инциденты и где они могли бы проверить. Хотя мандат миссии, уже существующий мандат миссии ОБСЕ предполагает мониторинг и верификацию. Так называемую. Но их физически не пускают. Ну мы придумаем еще один механизм, допустим, и он по-прежнему не будет выполняться. Вы поймите, это Россия. Она с Турцией подписала, где договор о том, что там прекращение огня в Сирии соответствующий, несколько последовательных договоров, каскад договоров. И сегодня снова отбомбилась в нарушении этих договоров. Это при том, что в Сирии Россия признает свою ответственность. Она говорит, что нас там есть. А у нас они пытаются действовать в режиме «их там нет», вернее, нас там нет. И со всеми вытекающими последствиями. Я бы говорил об увеличении роли ОБСЕ, о том, что нужно более волевые усилия со стороны ОБСЕ относительно верификации. А создание новых механизмов, нагородить для того, чтобы они не выполнялись так же, как старые, я не вижу никакого смысла. Алексей, для наших слушателей, давайте напомним, как было договорено в летом прошлого года контролировать режим прекращения огня. Вот какой это механизм, собственно говоря? Вот не проводить диверсионные операции, не проводить снайперский огонь, не стрелять, не запускать беспилотники. Как это все должно было контролироваться тогда? Как было договорено? Договорено было очень просто. Есть пункты оговоренные. И руководство вооруженных сил Украины вооруженных формирований ОРДЛОУ должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам. СММ ОБСЕ будет содействовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении данных мер, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положения мандата. Это миссии. Все очень просто. Стороны издают приказы соответствующие и публично уведомляют о том, что они изданы. Мы это сделали. Публично заявлял и президент, и офис президента, точнее, и командование объединенных силами, Министерство обороны и руководство вооруженными силами на уровне главкомата. ОБСЕ выполняет свою миссию. Договора любые выполняются, когда существует добрая воля на их выполнение. Говорить о каком-то расширенном механизме мы предложили в плане совместных шагов в четыре раза увеличить количество наблюдателей ОБСЕ. И допустить их на всю территорию оккупированной Украины. Потому что в Украине мы пускаем их везде. Вопрос, куда их пускают на оккупированных территориях. И мы считаем, что этого механизма в настоящий момент достаточно. Почему? Потому что украинская сторона его выполняет чуть более чем полностью. Все попунктно. Уже восьмой месяц. Российская сторона не до конца выполняет. Вот в чем проблема. И требует каких-то там дополнительных механизмов, дополнительных мер, которые имеют одной цель. Просто поставить нас в условия, когда мы напрямую переговариваемся с этими квази-государственными системами, которые они создали. Все. Вопрос Игорь Тышкевич. Игорь, ну достаточно вот такие вы меры по прекращению огня с вашей точки зрения? Ну, господин Алистович сам, скажем так, ответил на ваш вопрос. То есть Украина договорилась в формате с оппонентом, который изначально не собирался выполнять эти договоренности в формате, который выполнить невозможно. Потому что если контроль полагается на ОБСЕ, я хочу напомнить, что, например, в ночное время ОБСЕ не патрулируется. Ну, то есть, собственно говоря, с самого начала вот эти вот договоренности, ну точнее меры по прекращению огня, они были неэффективными, Игорь. Давайте скажем прямо. Договоренности, они могли быть выполнены только в том случае, если Россия резко выживала, что давайте вот мы будем уходить в Донбасс, начнем с прекращением огня и постепенно, постепенно пойдем к деэскалации. Но поскольку Россия плавно другая, то есть, соответственно, без механизмов контроля и принуждения другой стороны, ну, я не знаю, каким образом можно было в рамках оговоренных и озвученных только что условий рассчитывать на полное прекращение. Тем не менее, оно же было, да, сразу же после объявления перемирия, ну вот до начала этого года, то есть, наверное, российской стороне почему-то было выгодно придерживаться договоренности с Украиной о вот этом вот перемирии. Вопрос Алексея Арестовича. Алексей, ну вот встретились сейчас советники глав стран Нормандской четверки. Андрей Ермак ехал туда с целью принять совместное заявление с остальными советниками для того, чтобы поддержать это прекращение режима, режима прекращения огня на Донбассе. Дмитрий Козак выставил свои условия, Андрей Ермак от них отказался. Получается, ну, не будет совместного заявления, ситуация в тупике и перемирие будет подтачиваться и де-факто закончилось. Сразу вот исправлять имена по конфрукции. Никакого перемирия нет и не было. Было, что? Режим прекращения огня. Де-юр он сохраняется до сих пор. До сих пор есть дни, когда практически не стреляют или стреляют мало, неприцельно и все остальное. Во-вторых, оно работало устойчиво 6 месяцев. Беспрецедентно. Если вспомнить, что было летом, как в это все не верили и говорили, что это просто невозможно, что было уже 19 перемирий до этого, оно не выполнялось. И вот оно продержало 6 месяцев устойчивую перемирие, так называемый, на самом деле режим прекращения огня. Поэтому еще раз это показывает, что если есть добрая воля сторон, то оно выполняется. А вовсе не потому, что есть новый координационный механизм или о чем-то удалось по-новому договориться. Не надо договориться, надо выполнять то, о чем договорились. Во-вторых, что до технических возможностей, у БСЕ есть беспилотный летательный аппарат, и камеры стоят, и другие возможности. Было бы желание. Понимаете, да? Вопрос в другом. Вопрос в том, что... Ну и опять же, Ермак никуда не ездил, это была видеоконференция. Вопрос в том, что все четко понимают. И тому есть подтверждение за последний месяц, только несколько заявлений на высшем уровне военно-политическом, руководство УБСЕ, руководство Евросоюза, Соединенных Штатов, стран-партнеров, Франции и Германии, о том, что стороной конфликта является Российская Федерация, стороной, которая не выполняет договоренности, что Украина выполнила все. Эту оценку мы получаем с завидным постоянством, на высшем уровне. А значит, наступает политическая ответственность вслед за этим. И она рано или поздно наступит, эта ответственность. Если вы думаете, что Россия пройдет это даром, не пройдет. И продолжение санкций может обернуться, например, усилением санкций. Рано или поздно. Просто божьи медницы медленно, а дипломатические часто еще медленно, но зато верно. Российская сторона полгода выполняла, как зайчики, это соглашение. В 10 раз, в 14, наверное, от 10 до 14 раз, смотря как считать, уменьшились потери в Оржевом силу Украины. Мы сберегли десятки жизней. Десятки. Количество обстрелов уменьшилось там, по разным данным, до 5,5 раз в среде. И так далее. Было бы желание. Что дальше будет делать украинская сторона, ну, в частности, Андрей Ермак? Как-то будет поднимать дальше этот вопрос, пробовать говорить с Дмитрием Козаком? Или, ну, вот этот разговор в четверг показал нежелание российской стороны на данном этапе вести переговоры? Мы будем делать то же самое, что и делали всегда. Мы будем выполнять норманские и минские договоренности и искать способы заставить Россию, принудить Россию к их выполнению. Как видите, если анализировать 2014 года, что происходило в этой сфере, то нельзя сказать, что на Россию совсем нельзя влиять. Можно. На кремлевское руководство. Оно имеет свои интересы, эти интересы просчитываются. На них их можно подвергнуть влиянию всесторонним. Другое дело, что мы говорим из более слабой позиции, надо честно это признавать. По одной простой причине мы физически более слабые, а второе мы дипломатически более слабые, потому что мы хотим мира, а российская сторона мира не хочет. Тот, кто просит мира, когда враг не очень хочет мира, всегда с заведомо более слабой позиции. Но и в этой более слабой позиции мы умудряемся добиваться конкретных вещей. Спектр взаимодействий делится на две группы вопросов. Стратегические, это в принципе прекратить войну, и тактические, договориться об открытии КПВВ, обменять пленных, добиться прекращения огня, гуманитарных мер по разминированию, по всему остальному. Если не получается на стратегическом уровне, мы будем, пока не получается, мы будем продолжать там усилия определенные и двигаться на тактическом. Например, работать над открытием КПВ, решением гуманитарных вопросов, где есть свои подвижки. Например, создана в рамках экономической группы подгруппа под экологией, где вот стороны имеют полное взаимопонимание и движутся по оценке мониторингу экологической ситуации на оккупированных территориях, на линии фронта. Сказать, что Россия, Российская сторона точно знает, что она не будет мириться, это не так. Иначе и не нужно было бы держать это перемирие в течение полугода, да и сейчас не доводить уровень насилия до того, когда стороны юридически квалифицируют срыв режима прекращения огня. Этого же не происходит, они планку насилия регулируют, они не выходят из переговоров. Несмотря на все свои яркие заявления, они очень активно участвуют в заседаниях ТКВ. И когда наша делегация вышла на секунду из кадра, на несколько минут дав им подумать на прошлом заседании по гражданке Майи Пироговой... Так называемая экспертка, да, которая появилась с той стороны? Да, да, да. Которую они туда притащили, да, и которая осуждена в Украине заочно за терроризм. Они по глупости забыли выключить камеры, вернее, свои. И мы все внимательно слышали о том, как они совещались. Так вот, паника там была нешутошная. И постоянно рефреном звучало, ни в коем случае нельзя срывать переговоры, давайте что-то. В результате гражданку Майю отодвинули, и заседание других подгрупп продолжилось. Они заинтересованы в ведении переговоров. Если бы они были сильной бескомпромиссной стороной, которая только давит на нас, которая хочет только войны, ничего бы это не было. Они заинтересованы по сумме причин, начиная от санкций, заканчивая тем, что между Западом и коллективным и Россией началась ледяная война, даже уже не холодная. А ледяная война всегда предполагает возню в серых зонах создание, и создание, кроме точек противостояния, еще переговорных площадок, втягивать в противника переговоры и так далее, пытаться что-то выиграть где-то как-то и так далее. Это и происходит. Мы полностью отдаем этим отчет. Инструменты давления на Россию не исчерпаны. Позиция Франции и Германии определена. Если из уст российского МИДа на самом верху издаются на уровне заявлений ТАСС, на уровне Грызлова, раздаются заявления о том, что Украина с молчаливого согласия или прямой поддержки Франции и Германии там проводит какую-то антироссийскую политику, то даже российский МИД оценивает это соответственно, что есть поддержка Украины партнеров. И Россия вынуждена считаться с этой поддержкой. Алексей, еще один... У нас не большое, но оно есть, и мы его используем по полной. Еще один вопрос, который хотел задать вам из этого ультиматума Дмитрия Козака, ну так его можно даже рассматривать, вот это вот письмо. Он отметил, что попросил закрепить в совместном заявлении, что украинская сторона не представила на этой встрече 18 марта обещанные предложения к франко-германскому проекту под названием «Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений». Представила, не представила какие-то поправки украинская сторона на этой встрече? Это очень похоже на прямую ложь, потому что еще за две недели до этого мы заявили, что официально. И это правда с нашей стороны, что есть немецкие и французские предложения с украинскими поправками. И российская сторона прекрасно знает об этом. Она дважды солгала. Она сказала, что они не видели ничего такого, что никаких кластеров не существует. А теперь якобы, что мы не представили конкретному заседанию. Это прямая ложь. Есть и представили, и они прекрасно об этом знают. Вся эта катавасия происходит только потому, с их стороны, что наоборот наметился успех по этим кластерам. Ведь отказывать немцам и французам и Украине вместе, то есть Тройственному Союзу, сложнее, чем отказывать любому из партнеров. Там, например, только Франции, только Германии или только Украине. Они получили согласованный документ тремя сторонами из четырех, которые предлагают россиянам определиться. Я называю это принуждением конкретики, понимаете. Определяйтесь, как вы будете сразу, как только это произошло, начали зацепки за мелочь. Такие вот там, давайте переподтвердим, что вот мы там это, давайте это. Все, что мы сейчас обсуждали, чтобы это не повторять. Это попытка возни, попытка сбить успех, наметившаяся вот как раз по линии кластеров. Алексей, а в чем суть вот этих вот кластеров? Мы тут недавно обсуждали в нашей студии. Никто не знает в украинской делегации, в треусторонней контактной группе, о чем идет речь. Может, вы не несете ясность, потому что есть подозрение, что договариваться, пытаются договориться. Франция и Германия через голову Украины с Российской Федерацией. Но это уже трактовки политологов, да. А в чем суть этих кластеров? Задача политолога пугать, как разведчика. Знаете, в армии говорят, что задача разведчика напугать. Корпус политологов и экспертов существует у нас для этого, пророчит всякие кошмарные ужасы. Я не знаю конкретного содержания этих кластеров, но по внутренней коммуникации приблизительно понимаю, о чем там идет речь. Речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей, только привязанных уже к календарному плану, где сторона обязывается не вообще выполнять, а выполнить конкретно по пунктам, как дорожную карту. А условием этого является полная демилитаризация и прекращение обеспечения безопасности. Ведь позиция Украины очень простая, она заключается в следующем, что нет никакого смысла пытаться договориться политически, если мы не можем договориться на поле боя. Все эти разговоры ни о чем. И сначала идет демилитаризация, она прописана во всех шести соглашениях и дополнительных протоколах существующих с 2014 года и подтверждена на каждой встрече. Более того, российская сторона тоже подтвердила необходимость возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня на встрече, которая была. Это в протоколе заседания. И там зрады нет, красных линий нет, как бы там ни боялись. А зачем тайна такая, Алексей, если зрады нет? Это не тайна, это конфиденциальность. Никто же не секретит, это грифом секретно. Это договорились еще с 2014 года, для того, чтобы не оказывать давление информационное, не оказывалось во время переговоров всесторонне, люди могли спокойно разговаривать, не занимаясь информационным противобудством в стороны пристальных переговоров, то документ оглашается тогда, когда он подписан, как договоренность. Потому что рассматриваются и варианты, и сроки, и все остальное. И заниматься этим, и одновременно находиться под информационным противодействием, которое немедленно будет обеспечено. Это сложная история. Тут есть неоднозначные подходы. Например, я считаю, что часть, я лично, можно было бы и показать. Не кластеров, но, например, сам ход ведения переговоров. Ничего в этом страшного нет. Наоборот, убедились бы, как граждане, как ведет СМИ и эксперты, как мы себя ведем, как ведет себя Россия. Это было бы полезно. Но! Это позиция Франции, Германии, ОБСЕ. Они просят не раскрывать содержание. Но мы, как ответственный партнер, не раскрываем, раз они просят. Понятно. Хорошо, спасибо большое за участие в нашем эфире. Это был Алексей Ристович, советник по информационной политике главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.